К нам с вами постепенно заходят клиенты так называемого поколения Y. Тема модная, слышали? И Y, да, у нас очень много. Что за поколение, коллеги? Давайте вспомним. Очень специфичный тип клиента. Самое неприятное, они платежеспособные. Там есть деньги. Но забрать эти деньги очень тяжело. Знаете, нет? Нет. А люди должны молчить. Я так говорю, не знаю, рассказывайте. Итак, Y. И часто называют поколением 90-х, миллениалами, много разных терминов. В среднем. Это люди, которые имеют о себе повышенное самомнение. Это человек, который искренне полагает, что весь мир крутится вокруг них. Это человек, который искренне полагает, что есть он. Ну и там внизу кто-то копошит, суетится. Проще всего этого клиента увидеть в розничном магазине, либо в услугах. Вот его проще всего увидеть. Как это вообще выглядит? Это человек, который заходит, и он может, не стесняясь в выражениях, сказать все, что он думает про ваш магазин, про ваше агентство, про вашу компанию, про вас лично. Что это вообще? Кто это берет вообще? Я не знаю. То есть там в Италии этого уже нет вообще. Кто-то квартиру вообще вот этим ремонтирует, какие-то старые советские материалы. Это клиент, который может вам начать тыкать, а он сразу без всяких объяснений. Ты, ты, ты. Это клиент, который может у вас делать покупку и вернуть все. И вы ему не докажете, что нельзя там обои мы не отрезаем по кусочку. Вы не докажете, что нельзя там шары надуть, потом будете вернуть их в агентство. Он делает возврат. Чтобы вы понимали, игреки делают до 80% возврата в своих покупках. Это кошмар. Бывают чудеса? Притаскивают. Они еще очень часто делают что? Они покрасили, допустим, вот возьмем 3 материалы. Они взяли полбанки, использовали краски. А вторую половину вам приносят. А им больше не надо. У меня есть клиенты в Татарстане, магазины продукты питания. Им приносят после Нового года открытые банки с консервами. Да, а они съели там немного. А все остальное не нужно. Я что, говорю, плохо товар? Нет. Они-то как говорят, что больше не нужно. Что за бред? Вот не бред. Мы с вами чаще всего классическое поколение Х. У нас есть определенное внутреннее ограничение. Мы понимаем, что нельзя трусы поносить и прийти и сказать, что натирали. А Y вообще проблему не чувствует. Он говорит, ребят, но я когда покупал, мне зеленый цвет нравился. А вот сейчас вот что-то не нравится. Зеленый цвет забирайте обратно. Вы можете правила торговли сколько угодно показать такому человеку. Он и правила это не реальные вещи. Как это увидеть в опте? Y-ки это люди, которые, они практически не общаются лично. Они опосредованно общаются. Это соцсети, это фейсбук, это телефон. Это, как правило, человек, который с телефоном, он даже в туалет ходит с телефоном. Вдруг там какой-то кадр случится, сделает, да, ночью. Это человек, который постоянно ищет информацию. И когда вы приходите к нему на переговоры, он моментально вас начинает пробивать в интернете. Что про вас известно? Какой у вас сайт? Какие там фишки? Y-ки, они ориентированы на все яркое, необычное. То есть к ним еще не каждый менеджер, не каждый продавец подойдет. Допустим, продавец, который менеджер, который будет типажа внешнего, как Екатерина, не подойдет для Y. И вы не подойдете. И Денис тоже не подойдет. Блин, слава богу. Почему? Они платежеспособны. Так если 80%? А вот с ними можно работать. Ну, чуть позже. Такие люди ценят все. Яркое, необычное. Они ценят фенечки, фишки, подарочки. Это люди, которые могут купить ради подарка в виде небольшого пластмассового тазика. Они могут купить 10 килограммов стирального порошка. Порошок они оставят прямо на кассе. Но они возьмут тазик. Вот этот маленький. Он им больше нужен. Это очень специфичное поколение. Поколение Z еще хуже. Это люди, которые, опять же, их проще всего увидеть. Вот, наверное, коллегам из рекламного агентства. Вам, вы можете увидеть Z, когда у вас контактное лицо. Вы можете с ним вести переговоры и год, и два, и три. Он задает одни и те же вопросы. К вам заходит один и тот же человек. Он ходит вокруг, там, не знаю, одного и того же какого-то прибора, устройства, цвета, фасона, но не покупает. Он задает разные смени одни и те же вопросы. Вы уже его наизусть выучили. Вы уже знаете, что он сейчас спросит. Он продолжает ходить, продолжает задавать вопросы, звонит вам по телефону и ничего не покупает. Очень специфичные клиенты. Продолжение следует...